МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Апрель 1989 года. Австралия. Заседание ЮНЕСКО по вопросам геологии и изучения земных недр. Выступление российского ученого было прервано вопросом из зала. Какого черта вы там этим занимаетесь? Тут же подхватили другие. Что такое вы нашли на Кольском полуострове? Говорить об этом у докладчика не было полномочий. Но западная пресса уже несколько недель гудела сенсацией. В Советском Союзе прокопали дорогу в ад. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогой в ад называли Кольскую сверхглубокую скважину. В свое время этот масштабный проект советской науки наделал много шуму. Начиная с 70-х годов в этой части Кольского полуострова каждый день рождались сенсации. Долгое время все работы на Кольской сверхглубокой были засекречены. Но когда завесу тайны приоткрыли, весь мир ахнул от удивления. Так что же нашли советские ученые в недрах нашей планеты? Все много говорят о гонке вооружений и космическом противостоянии с США. Однако не менее серьезные баталии развернулись под землей. В середине 20-го века стало понятно, что полезные ископаемые у поверхности планеты рано или поздно закончатся. Советский Союз хотел подготовиться к этому моменту заранее. Так появилась идея о самой глубокой скважине в мире, которая проникнет в сердце Земли. Скважина глубиной более 12 километров стала беспрецедентным событием в научном мире. Ученые готовились к открытиям, и они не заставили себя ждать. Итак, правда ли, что Кольская сверхглубокая скважина перевернула все представления об устройстве нашей планеты? Правда ли, что на Кольском полуострове нашли обломок Луны? Ну и, наконец, правда ли, что наша планета может кричать человеческим голосом? Это Арарат Кещан и программа Нефакт. Мы начинаем. Работа мечты за полярным кругом. Устроиться работать на Кольскую сверхглубокую скважину было сложнее, чем стать космонавтом. За шаг до катастрофы. К счастью, их вовремя остановили советские ученые. Семь раз отмерь, все равно ошибешься. Все эти расчеты полетели в корзину. К началу 70-х годов прошлого века вокруг Земли уже летали спутники, состоялся выход человека в открытый космос, а американцы высадились на Луне. При этих невероятных достижениях недра нашей планеты оставались совершенно неизученными. Фактически все знания о строении земного шара были теоретическими. Поэтому советские ученые добились запуска беспрецедентного проекта – кольской сверхглубокой скважины. Конечно, был в этом не только научный, но и вполне материальный интерес. Добыча рут редких и ценных металлов нечасто ведется на глубине более двух километров. А есть ли смысл искать глубже? До какой отметки можно бурить? Какие полезные ископаемые скрываются на глубине? Искать ответы на эти вопросы должны были лучшие из лучших. Начался строгий отпор. В 1970 году устроиться работать на кольскую сверхглубокую скважину было сложнее, чем стать космонавтом. Из сотен претендентов удача улыбалась одному-двум счастливчикам максимум. С приемом на работу каждый сотрудник сразу же получал на руки ключи от квартиры. И ежемесячный оклад, позволяющий в короткое время накопить на новенький автомобиль. Представляете, какова была ценность каждого работника скважины? Жили сотрудники кольской скважины в маленьком городке Заполярной, недалеко от границы с Норвегией. Специально для них построили четыре многоподъездных дома. Полярная ночь здесь продолжается всего полтора месяца, а полярный день длится 66 дней. В остальное время обычная смена дня и ночи. Среднегодовая температура держится на отметке минус 8 градусов по Цельсию, так что даже в разгар лета в Заполярном не бывает жарко. Ветра здесь даже летом очень сильные. Причем бывали случаи, когда из-за перемены ветра температура падала с плюс 20 до нуля. И это в августе. Что здесь происходит зимой, даже представить страшно. Но суровым севером ученых не напугать. Сюда ехали, чтобы вписать свое имя в историю. Моим проводником на скважину будет Сергей. В юности он успел поработать на Кольской сфере Глубокой, поэтому лучше помощника мне и найти. Привет, Сергей. Привет, Рарат. Поехали. Поехали. От Заполярного до скважины всего 10 километров. Но без опытных проводников дорогу туда сегодня не найти. Глядя на эти совершенно безлюдные дикие пейзажи, трудно представить, что каких-то 20 лет назад здесь кипела жизнь. Да и выглядело все совсем по-другому. Бурение на Кольской сверхглубокой скважии началось в 1970 году. Тогда штат насчитывал около тысячи человек. Бурили круглосуточно, в три смены, без перерыва. Дорога, я так понимаю, подиспортилась уже после того, как забросили бурение. Или она всегда была такая? Нет, Рарат, раньше экспедиция владела большим парком снегоуборочной техники, были свои водители, были вахтовые автобусы. Дорога должна была быть открыта круглосуточно, и она очень хорошо содержалась. Буровая вышка высотой с 20-этажный дом была видна издалека. Местные жители вспоминают, что во время полярной ночи вся Кольская светилась огнями. Иногда к электрическому свету прибавлялось северное сияние, и тогда весь буровой комплекс приобретал загадочный и впечатляющий вид. Это оно? Да, это оно, Рарат, то, что осталось от буровой. Да. Сегодня это все, что осталось от некогда грандиозного бурового комплекса. Не впечатляет, правда? А ведь когда-то масштабной была даже изначальная идея. Никто ни до, ни после не делал ничего подобного. До сих пор мировой рекорд по глубинному бурению принадлежит Кольской сверхглубокой. Первая новация была в том, что бурить решили на суше, а не на океанском дне, как это делали раньше при глубинном бурении. Место для будущей скважины выбрали не случайно. На Балтийском щите в районе Кольского полуострова ближе всего к поверхности находятся древние породы возрастом 3 миллиарда лет. Если в других местах эти породы скрыты многокилометровым слоем осадочных пород, то на Кольском полуострове этот лишний чехол отсутствует. Его за многие века смыли древние океаны. План был очень амбициозный. Сделать отверстие в коре глубиной 15 километров. Это, чтобы вы понимали, предельная высота для гражданской авиации. Теоретических знаний хватало, чтобы сделать все необходимые расчеты. Как будут чередоваться пласты породы в земной коре, как будет изменяться температура, давление и так далее. Но совсем скоро после начала работ все эти расчеты полетели в корзину. Случайно спасенная планета. К счастью, их вовремя остановили советские ученые. Маленькие шаги к большим открытиям. 10 метров, вы представляете, когда счет идет на километры? Жители подземных глубин. И это в слоях, ранее считавшихся мертвыми. Долгое время даже в школьных учебниках приводились точные сведения о чередовании земных пластов. Так считалось, что ближе всего к поверхности граниты. Этот слой не должен был залегать глубже 3 километров. Далее ожидались базальты. Колоссальный слой древних пород, доходящий до отметки 15 километров, практически до мантии. Сверхвысоких температур вообще не прогнозировали вплоть до предельной запланированной отметки. На деле эти знания оказались совершенно непригодными. Гранитный слой простирался гораздо глубже. Базальты не были обнаружены и вовсе. Температура в недрах земли быстро достигла 70 градусов, а потом и вовсе перевалила за 200. Отклонения от теории были настолько велики, что их никак нельзя было списать на погрешности в расчетах. Кроме того, рассыпались в пух и прах научные заверения о том, что чем больше глубина, тем выше плотность пород. Оказалось, что на глубине более 7 километров все те же гранитные породы испещрены трещинами и полостями. А вода была вообще везде. Хотя ожидалось, что грунтовые воды исчезнут на середине пути. Кстати, именно благодаря этому открытию советские ученые предотвратили катастрофу планетарного масштаба. В те годы во многих странах были запущены проекты по утилизации радиоактивных отходов в недрах земли на больших глубинах. То есть, проще говоря, их планировали просто закопать и желательно поглубже. Считалось, что это защитит захоронение на тысячи лет. Особенный размах эти проекты получили в Японии. Там нет незаселенных территорий, и правительство решило, что можно сделать захоронение в непосредственной близости от жилых зон. К счастью, их вовремя остановили советские ученые. Исследования на Кольской сверхглубокой показали, что без специальных бункеров радиоактивные отходы загружать в недра ни в коем случае нельзя. Грунтовые воды, которые были найдены на многокилометровых отметках, вопреки всем ожиданиям, всего через 2-3 года вынесли бы опасные элементы на поверхность. Более того, распространение радиации моментально вышло бы из-под контроля, потому что радиус заражения достиг бы нескольких сотен километров от места захоронения. Выводы наших ученых были настолько невероятными, что японцы сначала просто не поверили. Но Советский Союз обладал такой мощной доказательной базой, что сомнения отпали даже у последних скептиков. От планов по захоронению радиоактивных элементов в недрах нашей планеты отказались во всем мире. Так что мы с уверенностью можем заявить, катастрофы удалось избежать благодаря открытиям, сделанным на Кольской сверхглубокой скважине. Это факт. С каждым новым открытием возникали новые проблемы. До отметки 7 километров работы шли довольно спокойно, земные породы легко поддавались мощному буру, и скважина спускалась вниз под небольшим углом. Но затем характер грунта изменился. Пробивать каждый новый метр становилось все труднее. После нескольких аварий и потери километров ценных труб стало понятно, что имеющееся оборудование дальше использовать нельзя. Оно просто не приспособлено для новых условий работы. В срочном порядке на территории бурильного комплекса было открыто свое конструкторское бюро. Прямо на месте проектировалась и создавалась уникальная техника, способная работать при температуре 200 градусов по Цельсию и давлении в тысячу атмосфер. Причем было четкое указание сверху. Никакой импортной аппаратуры. Только свое. От измерительных приборов до вентилей и труб. Каждый спуск буровой колонны на глубину занимал не менее 10 часов. Ошибкой будет думать, что сверхглубокая скважина представляет собой совершенно прямое отверстие в грунте. Скважина извивается под землей, обходя слишком плотные участки породы. Поэтому спуск бура на 10-12 километров был без преувеличения ювелирной работой. Одно неверное движение, и труба оторвана. Нужно все начинать сначала. Вот. Вот она, та самая скважина. Сейчас от нее остался только люк, закрученный гайками. Под ногами у меня отверстие глубиной более 12 километров. 12 262 метра. Когда-то оттуда доставали научные сенсации. Как это работало? В скважину опускалась буровая колонна. По ней под большим давлением подавался буровой раствор, который приводил в действие многоступенчатую турбину. На конце турбины был установлен уникальный бур. Но работы шли медленно. Бур приходилось менять каждые, внимание, 10 метров. 10 метров! Вы представляете, когда счет идет на километры? Вся эта конструкция вместе с буровым раствором весила более 200 тонн. Для изготовления труб использовались только легкие алюминиевые склавы. Обычная сталь просто разлетелась бы в клочки, не выдержав давление на большой глубине. Бур имеет форму кольца. Благодаря этому образцы грунта забирались автоматически при прохождении очередной глубины. И в виде вот таких цилиндриков диаметром 60 миллиметров копились внутри специального отсека. Когда отсек заполнялся, всю конструкцию извлекали и отправляли полученные образцы на исследование. И после очередных анализов обнаружилась еще одна сенсация. Представьте себе удивление исследователей, когда они на образцах с больших глубин, 8-10 километров, обнаружили жизнь. Да, 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 несколько живых видов из десяток окаменелых. И это в слоях, ранее считавшихся мертвыми. То есть ученые нашли доказательства того, что жизнь на планете Земля зародилась как минимум на миллиард лет раньше, чем это принято считать. Луна земного происхождения. Образцы с Луны и грунт, добытый на Кольской сверхлубокой скважине, полностью совпали. Гиперболоид Кольского полуострова. Можно просто пробить шахту, и золото само хлынет, как нефть. И подземная мистика. Докопались до чего-то сверхъестественного, непредназначенного для человеческого разума. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Конечно же, хотелось бы сказать да, но наша цель искать правильные ответы. Все это образцы горных пород Кольского полуострова. Их тысячи. А с Луны привезли пробу грунта весом 124 грамма. Это даже меньше, чем этот камешек. И с каким образцом его сравнивать? С этим? Или с этим? На официальном уровне никакого сравнения образцов скользкой скважины с лунным грунтом никогда не проводилось. Лунного грунта было настолько мало, что его хватило только на анализ состава. И, конечно, в образцах с Луны были найдены элементы, аналогичные земным. Но из этих элементов состоит все во Вселенной. Это как белковые соединения, схожие для всех форм жизни. В конце концов, человек генетически на 30% совпадает с бананом. Но делает ли это их родственниками? Скажу больше. Возраст самых древних образцов, извлеченных из Кольской сверхглубокой, 2-3 миллиарда лет. А Луне уже более 4,5 миллиардов лет. Так что мы с уверенностью можем заявить, Луна и Кольский полуостров никак не могли быть единым целым. И это факт. Что бы вы, например, сказали, мой друг, если бы я предложил любые запасы золота? Откуда? Из земли, конечно. Где эта земля? Безразлично. Любая точка земного шара. Можно просто пробить шахту, и золото само хлынет, как нефть. Герои фантастического романа Алексея Толстого обсуждают возможности чудо-прибора, гиперболоида инженера Гарина. Мог ли тогда писатель предположить, что его фантазии станут реальностью? Оказалось, что изобретать чудо-прибор совсем не обязательно. Вместо него с задачей прекрасно справилась Кольская сверхглубокая скважина. Золото было обнаружено практически по всей длине скважины. По разным оценкам, концентрация драгоценного металла колеблется от 2 до 10 граммов на тонну. Между тем, для промышленной добычи достаточно всего 1 грамма. Интересно, что на больших глубинах, по изначальным расчетам, никакой полезной руды вообще не должно было быть. Однако с отметки 2 километра помимо золота, советские ученые обнаружили и медную, и никелевую руду. Причем в таких количествах, что нашей стране хватит как минимум на миллион лет. Сделанные открытия поставили современную науку буквально с ног на голову. Но кому-то и этого показалось мало. И в 1995 году заговорили о том, что на Кольской сверхглубокой докопались до чего-то сверхъестественного, не предназначенного для человеческого разума. Вполне реальные статьи в реальных газетах, отечественных и зарубежных, описывали произошедшее почти одинаково. На глубине 12 километров из-под земли стали доноситься человеческие крики и стоны. Затем в недрах произошел взрыв неведомой природы, после чего на поверхность вырвалась субстанция, которую пресса немедленно окрестила демоном из преисподней. Сегодня в интернете можно с легкостью найти аудиозапись тех самых адских криков. В качестве доказательства газеты и журналы приводили слова одного из научных сотрудников скважины, некоего Д. Азакова. «Как коммунист я не верю в небеса или Библию, но как ученый я теперь верю в ад. Не нужно говорить, что мы были действительно потрясены, сделав такое открытие. Мы спустили в скважину микрофон для записи звукодвижения литосферных плит. Но вместо движения плит мы услышали кричащий человеческий голос, в котором звучала боль». Фигурирующий во всех статьях Азаков в списке сотрудников польской скважины не значится. Ни одной научной статьи за его авторством не выходило. Да и целенаправленные поиски этого человека ни к чему не привели. Скажу больше. В то время не было аппаратуры, способной записать звук при температуре в 200 градусов по Цельсию, давлении в 1000 атмосфер на глубине 12 километров. Тогда что за звук на аудиозаписи? Этот вопрос пришел в голову не только нам. Коллеги-журналисты смогли разложить загадочную запись на составляющие и пришли к выводу, что вопли грешников – обычная утка. Это звуковой фрагмент из итальянского фильма ужасов, немного обработанный человеком с фантазией для большей эффектности. Жаль, что наибольшую известность Кольская сверхглубокая получила именно благодаря сфабрикованной чертовщине. В 1995 году научный проект Кольской скважины был объявлен завершенным. Для дальнейшего бурения требовалась разработка принципиально нового оборудования. И на это могли уйти годы. Впрочем, скважина успела дать столько материала для исследований, что его хватит еще на десятилетия вперед. Ну что, время подводить итоги. Кольская сверхглубокая действительно поменяла многие представления о нашей планете. Начиная от структуры, заканчивая зарождением жизни на Земле. Это факт. Никакой луны на полуострове не находились. Зато обнаружили огромные запасы золота. Это тоже факт. А вот наделавшие шуму голоса из преисподней, конечно же, не факт. А чья-то умелая шутка. Никакой дороги в ад, а тем более воплей грешников, на Кольском полуострове нет и никогда не было. С вами был Арарат Кещан. До встречи на «Звезде». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова